у вас есть у кого-то? надо приехать, вот я приеду с собаками к вам, у меня стая гонщик русских пень, лайк, вот это тема держите, вот визитку, у кого есть интернет, найдете нас, на той стороне там все показывают Игорь, мы решили взять интервью ну и правильно, человек интересный, неадекватный наш видеоканал я сейчас вышли мы отсюда, я гляжу, ты два прицепа, сколько там это, весу? сейчас завешаем, я не знаю не знаешь? вот главное мне нравится, когда люди открыто все это говорят, а то у тебя отходы от гороха от гороха и кому ты продал? ему, вон там а вы откуда? я от Георгиевки а где это? напрямую 25 километров а далеко от Кадикова? да нет, 10 километров через лес, я на той стороне Бора живу а для чего вам отходы от гороха нужны? отработка эта? гусян гусян? да так а сколько у вас гусей? ну, пока немного, 150 голов так у вас гусята были или как? у меня были взрослые гуси уже, я продавал гусят нынче немножко а вы сами, ваши гуси высиживают яйца это? бывает, да, садятся сами парят в среднем по сколько так? ну, ну, 12-10 гусят могут вывезти а до осени сколько остается? процент, если при нормальном раскладе, процентов 90 можно сохранить вот у нашего отца точно так же было такие же 12 и почти все целые ну, это редкий случай, что там пропадут так гусей выгодно держать? в принципе, да, нормально, можно ну, в среднем гусь один осенью во сколько обходится? так, какая прибыль? ну, 1200 грубо а это реализация 1200? нет, с продажной ценой в смысле ну, 1200 ну, плюс затраты на корм ну, 1000 рублей доедут а как вы их общипываете? ну, есть люди плачу там кому-то отдаете? да, да а колите как? вручную все это? сами делают я им просто прихожу вот ловите, рубите пришел деньги отдал рассчитался все мясо в сторону печень отдельно пух отдельно дело в том, что нас отец держал ни у кого столько гусей не было, как у нас отец до того любил и вот интересно какое старший мой брат учился в Шарщиной там Воронова фамилия такая и держали уток и брат затеял, Самуил тядь, давай заменим они говорят отец дал им гусей, а они дали уток и гуси у нас прекратили водиться ну, может такое не, но у меня пока нормально вроде как сейчас инкубаторы надо серьезные купить и тогда можно промышленно заниматься у них вода там, озеро у вас да, все условия идеальные а только создать им быт на зиму хорошо и все главное утром я смотрю это у нас называется мурава конотопка вот эта трава у Любы-то гуси тут сколько тринадцать инкубаторских и свои пять две гусихи двух густя только вывели где-то так они вот с утра еще чуть-чуть рассвет они стригут и стригут траву все время до вечера едят прям на глазах растут ну вот у меня сейчас холмогоры гуси я купил дорогие гуси пять рублей один гуси стоит взрослый гуси гусак они живут двадцать двадцать пять лет долгожители но они немного выводят они ну десять а по сдаче мяса никаких вопросов? да проблем нету но у меня как сказать я взял на разведение не на мясо у меня птенцов особо вы как фермер считаете? да типа того частный предприниматель небольшой да начинающий а налогов пока нет никаких? да какие налоги у меня в ЛПХ лично подсобное хозяйство пока никаких не может быть налогов я думаю так не хватает на хлеб с маслом еще на налоги так вот вы говорили что вот вы его знаете этого Игоря то? ну первый раз увидел вот говорите вы что встрял он в это хозяйство того нету горючего не достанешь нет я понимаю что это рабство это кабала картина то у всех одинаковая это я не где то я жил в деревне я знаю что такое просто мужики самоотверженные просто им надо медали сразу вешать за то что они взялись кормят народ государство не помогает им вообще они сами вот по себе да ноль можно было дать новую технику взять это все собрать металлом увезти сдать новый Игоряк на тебе новенький комбайн работай мужик а как он работает там что никто же не интересуется дает он там в зерна или не дает ой как бы мне то разбогатеть хоть бы миллионов десять долларов ну я бы тоже так на двадцать я бы Игорь купил новый комбайн у меня меч желание купить новый комбайн так вот объединитесь надо как то вы живете здесь как то сказать ну вроде общины общины у вас такой а работаете в росте тоже не серьезно какой то надо чтобы работали все ну какой то один человек живет а бабушка девяносто два года у него мать а это только зимой в городе потом приезжает тут подряд три дома пустые пенсионеры понятно тут никого нету соединяться это не с чем ну как так вот приезжие тоже на лето приехали ну все равно полгода тяжеловато не в общественных работах там то дороги подделать то пруды дороги главное государство делать а мы на свой счет понятно вот это вот отсюда вот и вон там до низу одна щебенка двести тридцать две тысячи отдать пришлось да понятно сейчас сейчас цены такие что это караул космический так ну че выдвигаемся выдвигаемся ну че анатолий борисов мы хотели борисов фамилия да 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 спасибо спасибо оператору лет сколько а че бороду то бреете да почему я отращу у меня просто периодически постоянно с бородой хожу так у вас у кого там соседи интернет есть я посмотрю посмотрите повторите еще раз фамилию борисов анатолий анатолий иванович анатолий борисов посмотрю обязательно мне очень понравилось что вы гусей держите ну понял привезу вам на следующий год весной будут гуся там привезу обязательно Любя она ими занимается я тоже приезжаю только сюда на лето понятно в городе понятно отец наш любил гусей у нас как-то это нам передалось такое а я Любе говорю Люба у тебя гуси здесь я вчера их провоцировал говорю гуси вам придет время скоро голову рубить будут учитесь летать и как увидите диких поднимайтесь и уходите отсюда понятно я вот смотрю сколько вам 70 есть 80 79 слишком 79 молодец молодец я думал 70 ну молодцом 80 лет в таком возрасте нормально на велосипеде без проблем а я Голубей держу похвалюсь у меня Голуби хорошие я не продаю никогда и не покупаю мне дарят понял а что за Голуби там разные и Турман и каких-то нет понял это в городе здесь здесь есть ну ладно я потом к ней подъеду вы как поедете на правой стороне увидите такое сооружение забегу я посмотреть у меня собак много одержусь счастливо приезжает с собакой дрессировщик у него собака чемпион России ага у меня тоже хорошая собака у меня лайки и гонцы ну ладно давай так поехали Борисов Анатолий Иванович все здесь поехали